Евровидение очень большой конкурс, имеющий огромное значение, огромный вес для карьеры любого артиста, который туда попадает, безусловно, включая русских, российских артистов. Но для России это странная игра, в которую мы пока еще не научились играть, у нее очень специфические правила, в которых мы участвовать не очень хотим, мы не очень хотим изображать то, чего мы из себя не представляем. Мы не хотим одевать бороду и платье мужчинам, мы не хотим, чтобы нам это нравилось, нам это не нравится. У нас своя аудитория, российские артисты, попадающие на конкурс Евровидения, работают в первую очередь и выступают для своей аудитории, для российской аудитории, понимая так, что они должны радовать ту часть аудитории, к которой они вернутся со своими концертами и будут работать для этих людей с удовольствием. Правила для нас практически неприемлемые, потому что на последнее время, как показывает история последних лет Евровидения, правила очень жесткие, игра на вживание, игра на самые острые возможности в области китча, в области каких-то даже, может быть, политических решений при выступлении того или иного артиста. Номера составляются сложно, по очень сложным правилам, не все из них для России приемлемы. Мы все-таки представляем всегда в первую очередь музыку, красивую музыку и красивого артиста. У нас в правилах первым номером идет красота и нежное отношение к своему зрителю. Это не самые лучшие правила для Евровидения, не самые победные, но Россия всегда их придерживается. Я очень желаю Полине Гагариной победы, и что бы она ни делала, уверена, что это будет королевство красоты, музыки и какого-то очень уважительного отношения к зрителю, вне зависимости от того места, которое она получит от европейских судей. Продолжение следует...